чё работаем и что работа здоровый шершин видел не пера медовый йодистый вот это неважно это откровение природы гениталии природы нюхаешь гениталии природы да собственно чем для наверное ни для кого не секрет для тех кто подписан в инстаграме ссылка собственно в курсе что мы на такой легкой отдыхательной командировки в городе калининград город калининград он же был бывший кёнигсберг до между литвой и польши где он находится собственно географическое местоположение город воинской славы собственно здесь проходили всяческие боевые действия то есть ну прям вообще такой разгар и мировой войны для тех кому интересно почитайте посмотрите здесь вот прям очень много всяких кровавых бань сражений там вот и взять и фартов там потери всего в этом духе то есть город пропитан вот этой вот истории плюс здесь здесь недалеко же это немецкая граница до недалеко немецкая граница при том что мы даже ехали на машине по дороге которая была построена самим гитлером то есть в общем посмотрите город исторический город герой то есть но прямо огромную в себе он несет историю вот не буду туда углубляться потому что не очень хорошо в этом осведомленную принципе кому интересно посмотрите где более такие достоверные факты основной вопрос заключается в том как вам собственно калининград что вам там как вам понравилось не понравилось могу сказать что очень крутой интересный город прекрасная здесь везде кухня то есть как ни странно сказать будет некорректно но тем не менее кухни довольно кушать здесь вкусно очень интересные вот эти вот переплетения архитектурных моментов то есть тут есть исторические здания тут есть немецкая архитектура потом присутствуют хрущевки и деревянные дома это все граничат между собой то есть там брусчатки парке там но очень странно памятники то есть город такой он как у как будто мульти архитектурный то есть тут нету чего-то одного ну шарите да то есть вот стоят короче какие-то исторические такие башни до в которых там возможно располагаются какие-то рестораны или гостиницы а через дорогу там через пустырь хрущевки стоят вот эти коробки серые сраны и ты такой типа когнитивочка вот в этом плане очень интересно очень красивый город на самом деле особенно ночью то есть я посмотрел он по версии каких-то там в общем этих самых изданий журналов 2012 2014 еще каком-то году был признан самым красивым городом россии прикинь да собственно это что касательно калининграда в данный момент мы находимся не в самом колено не калининграде я не очень силен вот в этим при калининградских территориях но мы сегодня окунемся так скажем в такой домашний музей вот этой вот военной истории так скажем нам сегодня повезло заехать в гости к павлу который является короче в общем разведывательно поисковая группа под названием рубеж да то есть это человек который всю жизнь занимается археологическими вот этими военными раскопками копает находит в каком-то году ему дали какое-то звание не очень в этом силен за то что он нашел героя россии то есть там какой-то потерянный вот этот порушенный самолет собственно в общем очень крутой человек своей сфере всю жизнь этим занимается и сегодня мы посмотрим на его так скажем домашнюю коллекцию то есть он нам проведет небольшой экскурс потому что он раскопал чего него имеется может расскажет какие-то истории то есть это лайв-канал его мать поэтому как бы я думаю здесь можно хорошенечко так поговорить на этот счет многим это будет интересно и как я уже говорил по версии британских ученых данный канал прекрасно подходит для сна поэтому если вы испытываете какие-то проблемы с бессонницами проходить на лайв-канал включайте видяшки и спите также здесь будет большое количество разных вещей с атрибутикой которые наверное на ютубах показывать нельзя мы будем что-то отфоткивать и наверное в телеграм-канал отпубликовать ну собственно вот все идем разбираться по ходу сейчас будем нагружать напрягать павла просить его чтобы нам рассказал что тут да как собственно пойдем посмотрим так родные мои обнимаю с тремя своими ногами прежде всего минуточка важнейшая информация в конце августа стартует недельный кэмп спортивной направленности на алтай на целую недельку с двумя тренировками в день от меня и от гагиты гачача количество мест ограничено их будет строго 20 посмотрите на эту красоту на эти пейзажи на эти горы на эти леса и поля где мы будем своим гулять а в конце нас ждет короче босс это восхождение в гору короче мы будем это самое покорять собственно вершины и так давайте подведем итоги семидневный кэмп на алтай с красивыми видами с двумя тренировочками в день от меня от гагиты гачача питание включено питание включено 20 мест строго ограничено поэтому поторопитесь открыто ты уже здесь лозов ночью не домой я вчера здесь был смотрите это шишки с этим фалос патрон про пауз патрон с этим гитлер юдин бел бегали молодые мерзавцы стреляли по нашим танковым лоскам применение у него только одно можно вы слышали историю как какой-то наш солдат что-то девятерых помутать и штука ты от пиздякал забил до меня два километра это дубинда дубинда пулеметом 12 гансов тут положил то здесь было это вот штутенин буквально два километра отсюда смысле взял пулемет и загасил дубинда это известный человек я не знаю надо посмотреть откроете интернет конечно рукопашный схватки он награжден тремя орденами славы это здесь вот буквально его подвиг произошел в два километра отсюда имение штутенин а как у него смысле закончился закончились патроны закончились они у него очень такая сложная судьба на самом деле я удивляюсь вы должны таких людях вообще рассказывать как бы сервис серьезнейший человек ну он бежал из плена там но у него длинная уже не помню такая судьбинушка но это все было здесь не то чтобы закончились они там немцы закрепились там в основном были парашютно десантные части стояли на штутенине вот и они закрепились там и наши их оттуда выбивали со штутенина немцы отбивали наших и так вот постоянно пока они уже действительно там или какая-то была контратака и они вот прыгнули в окоп там но уже действительно там уже не патронов ничего схватил то что было вот он пулеметом гонял еще захватили они там до роты пленных это знаменитая анти-вышковая расческа из как известно люди раньше были больше на гораздо больше не что сейчас сейчас измельчали обмельчал народ и собственно ей вычесывали и как вы знаете что вши так сказать интимные вши они цепляются на волосах которые которые квадратники вот поэтому специальное сечение разная длина чтобы можно было достойно я рассказываю все моды это кстати от танка т-34 серьезно это знаменитый низко профиль тогда так сказать кавказцы жили на кавказе вот но в коленинграде тоже существовали свои любители заниженных авто самый низкий профиль на тот момент 37 дюймов смотрите 5 миллиметров стали мне вот это больше интересует кирилл игре это что грузовые лошади или что на тяжелое все работаю по весе лошади раньше были больше и лошади измельчали но мы узнавали фризов шайров здесь не было поэтому я думаю что это какие-то это тяжи английский наверное очень небольшие серьезно один не такой козел на ногу наступил вот так вот три пальца на хрена то у вас поэтому поэтому правая 51 левая 50-го реально он короче меня наступил на крае на три фаланги на 2 фаланги получается у меня ушли ушла нога в землю промялась и он так вот съехал то есть содрал кожу это знаменитый код ганс мяукает он по-прусски скажи мяу но он разведчик поэтому это их до командир дивизионно-разведательный групп ну что продвигаемся дальше да давайте я потихонечку молодец особенно про мандалошку это расческа храм оттуда фрицы под сталинградом чувствовали их пачками а правда что они у нас учились как бороться с шами конечно они же не знали они же страдали конечно они всегда переживали как у нас боролись со вшами землю закапали или голову одежду за нас ли в землю брали бочку короче 200 литровую прокладывали ее вешали тряпки туда и снизу топили но бывало часто что одежда сгорала а так в основном вот это вот так и боролись не то есть пропаривали одежду а я видел другую версию закапывали плотно это оставляли там краешек и они все все же вылазили их потом опаливали ну тоже хорошая то есть без воздуха хорошая версия очень почему бы нет жирного а их много правда не знаю почему они такие маленькие то не стачивались уже поэтому их выкидывали с течением времени на кремле немецкие мясорубки конечно крутили мясо еще какая или принципе они полностью восстановлены или там это не рабочие конечно можно сейчас им пульсов мясорубки германии делали насколько вообще вот вы нашли их да сколько такое стоит дорого да нет конечно недавно тысячи две пункта ну есть такие достойные интересные вещи вот например вот этот предмет это что-то противо противо что-то нет да разбрасывается на дороге ну и представляю что резине просто труба колес надо меня то есть она или так упала или так упала в любом случае это граба я фильмах ужасов такое видел простая необычная да мой любимый фильм как там когда с луками стреляет вот набор бутылочек стареньких начала века конец века ликера удочка всевозможные распивали попивали вот это вот скажите пожалуйста это уже в таком виде было найдено только какую для сувенира просто интересно бутылочку также с крестом просто с пробочкой с хитарем то есть не присутствует вся наша так сказать областная то есть символ нашей области янтарь ну и какого года буду руссия начало вид когда-то я вчера поднимал в инстаграме сыграли инстаграме если братом да конечно скажите это от какого орудия для чего как пользовалась пушка слишком в этом не силен конечно могут видишь студент конечно по ушам я вчера говорил поднимается лебедки в ствол соответственно они были это как бы граната и есть ядро еще там соответственно вот очень тяжелое в то время парни были хлипкие мы можем их принципе показать на фотографии вот немножко даже вот такого не только катали на вот это на кого-то похоже да действительно есть сходство да но если кто узнает пожалуйста смотрите у меня вчера по как раз был опрос в инстаграме существует две версии того откуда пошел гиревой спорт скажите какой вы придерживаетесь кто-то горишь и гиревой спорт пошел от пушкарей дабы к пушечным ядром придерживаю приделывали ручки и учили пушкари обращаться с ними чтобы они были более эффективны и во время боевых действий либо с рынков с рыночных отношений когда вот там в противовес оставили вот эти вот веса диверсии мне кажется даже тоже подходит возможно что вот как раз здесь вот эти два уха может быть действительно так и есть продергивали то есть веревку для удобства перемешки может быть но и со временем это может быть у них там в какой-то произошел определенный там может быть спорт между расчетами орудий там может быть как один из вариантов может быть там соответственно делать то нечего может был может кто по 2 поднимал по три а потом это может и на ярмарку все перенесло соответственно у нас когда начал развиваться вообще гелевый спорт 18 но если не я собрать именно вообще занимался борьбой и всего с этого периода и и пошло все правильно с 18 века также как раз когда использовались кстати ядра у меня просто тоже находились ко мне тоже вот прямо там с рукоятками с какими-то намотками то есть типа удобные для подъемов точно про это ничего не знаю конечно возможно у них и так силачей было много там они есть такие вещи с камней делали что далеко ходить египет возьми пирамиды там когда не таскать времена периода прикольно а это вот как ты любишь прямо фильм ужасов для рекламы духом заманка ты знаешь что такое стременный нет это для цветов фактически многие типа вставляя ска на лошади едешь все может не только на уши смотри на ком ты едешь на короче можно на исаках а вот это тоже смотри как и уникальная вещь я такая простая осколок от нашего фугасной авиабомбы какая она острая как она сбривала вес какой солидный да да плотность прямо великой ну тут частичка ужаса туши сколько 32 24 написано мне тоже 24 нравится но вы уделяли да уделял конечно да уделял хочу говорить раньше на таборет ставили ногами ногой да вот эту да 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 ставил 24 до 24 до ногу на таборетку это которая вчера была вот тут прям как музейные экспонаты какие-то вы вот расскажет моя гордость конечно это все средневековые кирпичи основная масса из них из замка бальга а вот это вот типа как-то вы специально делали или нет что кирпичи со следами собирал специально конечно специально именно делали а что за следы вы как они оказались на просто их тут столько что как будто вы так специально котика взяли типы не это все котики средневековые когда-то были то есть это прямо случайно и вот смотри что происходило видишь когда горели дома что происходило с бутылками видишь как она туда уходил что-то кладу не видишь небольшой человечек да видно ну не ваш это получается да и не вот они дары тут ну то что было ну конечно все для тех кто не понимает ну кто-то в основном у нас кабаны и косули все кто-то все кто водился в то время также но основная собаки пальцы да это производители кирпичи из него построен форт на балтийской косе а сам старый здесь это какой вот эти все вот они вот они все самые старые какого года это привело толстый 13 век нифига себе 13 век старые орденские кирпичи то есть более-менее современные вот они поменьше ну вот тебе говоря смотри чем они как они отличаются видишь вот тебе разница вот тогда поделали давить не музыка этим но его половина просто подписчиков даже не поднимет серьезно игра ночи тяжелый да ладно это у нас сильные подписчики тоже вот видишь какой большой тоже бац тоже следочки какие-то остались смотри какая прелесть мне нравится как вы их легко тебяете на край ну это ни хрена не лезу не слабо это стопа да да смотри уже чат либо детская либо женская но не обезьянный тоже вот ну вот тут покажет мальчик бальга видишь посмотри как бы ужас там творился в 45-м году посмотри сколько попаданий только в крышку от бедона просто крышка от бедона куда там можно было спрятаться от всего то что там летала и жужжала да вот мари тоже мачта под флаг но и только в ней только дырок да жесть мы хотим представить нет и слава богу хочу показать вам старые коньки ребят это коньки на такие раньше были коньки я думаю что брутальная джеков к дает не что да 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 ковка на констоящие для старые коньки деревянный брусочек тут был вот видишь на них ботиночки привязывали и погнали для плющенко я думаю подошли вот мой последнее приобретение из коньков вот этот вот с элементом на ворот так сказать бронзовым шариком не вы будете их в реставра вреду порядок и конечно да тут и поставлю какая-то элита ну и старые но относительно советских алюминиевых мы приведем потом в порядок я думаю потом их можно будет и 3 лайка кирилл игоревич съедет с горы на летом и дети маски такой чик на баночке прямо с датой ну это прям очень хорошо ранее сутка да но это боротина это для ворот в 1929 году просто это мне помог мамоновский музей определить была реконструкция музея на замке открытие то бишь его тоже и восстанавливали примерно как они выглядели поэтому вот написано реново а год соответственно вот открытие этому музею здесь тоже стопочкой лежат кирпичики соответственно плитка старенькая ну вот тоже интересный экземпляр флюгер был флюгер кихаймер вот он расстрелянный такой здоровенный но у него поменьше попадало да потому что он не там найден ставьте лайк если знаете что такое флюгер кихаймер наш залива тоже старый да да вы конечно старенький не совсем конечно пойдет такие видишь отпечатки ставили на кирпичи все производители как бы ну там из расчета какая партия была там на 10 на 100 кирпичей видел посол шредит шредингеров не шредера страде не сгибаемым жесткая лошади что-то тоже по измельчали судя по размеру копыт кованые гвозди забегая вперед скажу что павел мне один такой подарил в хорошем состоянии я сделаю сердечко и отправлю его по почте обратного думаешь делаешь но я попробую но 2 лайка я попробую конечно блин вот как бы я с тобой не был давно знаком как бы не верил вот что-то бы хоть сложно наверное будет но никто не говорил что будет дорогу осилит ведущих базара нет потихонечку помаленечку если базара нет я думаю что он нам тогда вот этот вот так не сделать из него нам сердечко настоящее более-менее это же от гефеста какой-то от гефеста это столб очень тяжелый чувак королевский кирилл игоревич это прямо после деда мороза кирилл кажется это ваша трость какая увесистая красотка да серьезно поберегите кисти он оторвал или чувак это никто не сделает я серьезно грот он оторвал ее это очень ведь можно это очень пиктор евгений немножко лукавит я вчера попросил его форматура короче сделать такие вещи кто не поверит это к нему все вопросы я лично видел этот он обернул это кожу у него специальные там мешочки он их привез потом нас покажет была прямая арматура он мне помог для будущего мангала так сказать сделал заготовки неплохие поэтому спасибо ему большое не зря он приехал прикалываетесь а найдутся люди которые реально поверят в это вот это наверное то что привлекло внимание прям сразу то есть это они все по 30 до килограмм приблизительно вот эти маленькие от меньших орудий соответственно да да ну вот тоже тебе граната пустая соответственно пустую сразу скажите да а то вот уже ядро сам видишь вот я думаю что первые гантели это как раз и пошли стали использовать а вот метание ядра владос это по твоей же части это что же оттуда к наверно почему бы и нет действительно тебе пожалуйста тут получается сходится что и метание в принципе от пушкаре может быть и как жонглирование может даже ядрами все-таки несмотря на смутные времена тяжелые депрессивные трагические люди все равно находили время для черного и не только и поделки всевозможные базы из гильз сделали за то время очень часто мне люди пишут что типа у меня там депрессия меня бросила девушка у меня все плохо тренить не хочу просто подумайте о том что вот во фронтовые времена когда вот все было максимально плохо и хуже уже не придумаешь люди все равно находили время и в себе силы для того чтобы вот свой досуг как-то скрасить физически я бы даже сказал получилось большое даже ответвление определенное искусство то есть изготовление из гильз вас всевозможных там правда у меня вот нет чтобы продемонстрировать поделок под сигаров то есть самоделки так сказать спичечницы всевозможные зажигалки то есть вот считает целый фронтовой быт перешел в коллекционный даже культурный такой слойка вот это что такое маслобойка превратилась маслобойка это то что масло мне очень понравилась кстати твоя ведь идея что до отметания значит получается видишь пушкари то все-таки брали людей не хлипких ну сто процентов а вы слышали историю о том что был медведь который работал помогал подавать эти самые снаряд нет буквально я вчера когда засыпал я часто засыпаю под эти самые по всякие штуки вот был медведь который был награжден даже каким-то этим сам отличительным орденом знаком которые во время этих самых разгружал ящики с патронами с ядрами там со всеми этими самыми типа ему просили он прям передвигал то есть осознанно передвигал не просто как бы вот помогал таскать даже медведь рекрутом был даже не знаю у меня великое сомнение серьезно конечно ну кто слышал короче по из посмотрите в интернете даже это самый же доню дальше вот вернемся к этой же теме что да все-таки действительно получается хоть и ты говорил что от ярмарок получается все-таки пушкари перенесли наверное все-таки все это в массы еще причем после того когда все это некуда было девать уже грубо говоря орудия стали другие появились уже снаряды уже другого действия куда это все надо было утилизировать правильно переплавить или что-то да они пошли и на штанге что-то пошло и на гантели что-то пошло штанги же 1 они были шаровые они были не дисковые то есть дисковые появились потом штанги были фиксированного размера как гири здравствуй то есть были малые штанги средние так далее то есть прогрессия была точно такая же вот 16-24-32 и штанги тоже были от малого до велика то есть по сути для того чтобы перейти на более тяжелую штангу ты должен был совершенстве овладеть с более меньшим весом чтобы спрогрессировать и начать уже с большим против более ядра были разного калибра тут почти все сходится видишь когда их ты согласна с нами она говорит да это так сказать кабель проходил ну и что принадлежит собственный значит железной дороге и даже тренироваться на самом деле монолитно то есть она за металл они не не экономили вот это вот раскурочены намеренно или реактивные снаряды их рукодельно разорвали лет или то есть они одно в принципе почему бы даже вот иди с тебе повторить такое рукодельно порвать то есть это вот от взрыва они вот так вот посмотрите на это ты можешь принципе ветеребьячих обратно загнуть если у тебя получится не на в принципе можно ставьте лайк если он это сделает обратно загнет их посмотри владос это тоже такая гигантская штука я вчера это же веселье много сразу хочу сказать они все пустые все пустые и все равно весят много их сдавали на металлолом просто мы сюда принесли вдвоем серьезно это гранит это гранит взрыв немецкий вдвоем серьезно да донесли мы вот правда сюда только вот вещи эти следы царапалось все это волокли да здесь мы уже просто умерли и нам присутствует сбросить и просто хотя бы вот здесь хоть какое-то место он занят ну как лавка когда я поздоровался с полом многое стало на свои места можно вашу ладонь снова посмотрите накопанная трудом на а ну и вот и собственно кисть то есть как бы на человек явно не не недалек от спорта и от всего вот это вот больше мне до блеваты прям с ними не хочу больше это наши на таком хорошем состоянии до морская пехота в свое время мои 50-е годы где-то сдали их на металлолом не было жалко их пришлось их собрать ну вот у меня есть хорошая подборка вот таких вот косок который любит кирилл я понимаю да почему то есть это это с пулевыми отверстия так такие грандиозные так сказать по сути они от чего защищают то есть вот этих на сколочек конечно чтобы кашу где-то прямую то конечно они не не от пули не защитят ничего есть каска которая защитит от пулевого ранения собственно ли не туда ну современный наверно уже есть конечно это первой мировой войны видишь чем они отличаются сюда кремился крепился стрелковый щит ну они очень дефицитные я никогда в живую его и это бритва да это бритва часы вот остановились у нас здесь не видно вот свисток работает или нет ну думаю да ну короткий такой поднимали вот так соответственно быт солдатки того времени зубные щетки это зажигалка вещи даже не разбирал питались также тоже значок сравнения такой так сказать ну вот старые всевозможные элементы то что мне очень нравится окна до окна ставни двери довольно-таки старые предметы которые можно использовать куда-то что вам наиболее приносит радость когда вы тоже что-то находите вот прямо для вас большая там вот прям приятность так это в принципе любой предмет который можно использовать хозяйстве потому что он всегда будет как бы ассоциироваться с теми временами все таки мы даем вторую жизнь этим предметом в любом случае не выкидываем их ни на металлолом никуда те же самые топоры на коне пары классные знаете что это такое это ставили возле домов заходили в дом и вытирали ноги сейчас такой уже вот так грязь да 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 сейчас так вы не мысли бы себе уже представить конечно всевозможное количество ковриков можно купить в икеа тогда просто вот железячку воткнул вытирай ноги у жизни причем что коврик металлическая лошадь тут надо догадаться кто-то что-то скажет конечно смотри ни единого кариеса сутка там детская все такое как посмотри кстати детская посудка тоже это тоже с тех времен да да серьезно мужик посмотри она как с магазина как будто прямо с изображением мечта сделать куст камеру орудий в куток вот сюда куда тебе применить ужасная вещь так это же но она сельскохозяйственная по сути сельскохоз это траву мести насколько я знаю или это рыхлить землю убогой обработки тоже идет мелкая обработка земли немецкая каска насколько полагаю то есть как раз таки то о чем говорили как вот эти вот все предметы превращаются предметы искусства быта антуража и все в этом духе круто как-то возраст такой невольно откуда гвоздь получается второй мировой вроде когда вандализм вандализм да но ты чё серьезно течет хрустит там получится согнуть да его домой себя взял да у меня есть такой да то есть но по новее даже чё вообще про не скажешь я могу про них указать во-первых это квадрат ну прямоугольник прямоугольное сечение гнется почти тяжелее всего тяжелее него гнется только треугольник потому что у него пути сопротивление. То есть плюс квадрат, если квадрат инкваметр, он гнется по диагонали, прямоугольник я вижу, что он гнется все-таки по плоскости. Он больше сопротивляется, то есть, по сути, больше всего углов как бы не парадоксально, вернее, их отсутствие это в круге, то есть круг гнется проще всего. Потом идут многоугольники, квадраты, прямоугольники и треугольники, собственно. Гнуться тяжело, плюс за счет того, что это как бы ковка, плюс за счет того, что это не пруд, а гвоздь, То есть тут присутствуют еще при захвате всякого рода шляпки Они доставляют дополнительные неудобства И еще хочется сказать, что, видите, вы можете обратить внимание, что он утончается То есть вот он от толстого идет к тонкому И за счет этого он тоже будет гнуться, не то чтобы неправильно, он будет загибаться в большую дугу То есть он будет гнуться по дуге, по тонкому А чем больше дуга будет составлять при сгибании, тем более тяжело он будет сгибаться дальше Потому что дуга тоже дает дополнительное сопротивление Короче, гнуть их интересно, очень интересно По поводу сердечка, конечно, я погорячился Ну пополам, я думаю, я бы его одолел То есть как бы вот подзапариться прямо Ну мы попробуем, что таит у нас Это будет в инстаграме или там где-то еще Подписывайтесь на инстаграм Подводя итоги, что хочется поблагодарить Павла Сейчас мы подойдем его еще раз, поблагодарим За то, что впустил нас вот в эту свою мекку раскопок второй мировой, так скажем То есть очень много интересных вещей Очень много интересных событий, историй Вот связанных с этими вещами Кирпичи, просто вот этот вот музей Просто удивительный С отпечатками рук, ступней, лап Там вот это вот всего Очень много вещей, которые вот он нам показал Собственно, вот эти вот снаряды Ядра, короче Все это очень круто Все это обладает определенного рода энергетикой Я надеюсь, вам тоже будет приятно Интересно посмотреть вот это вот все Ну, потому что это уникальная возможность И я рад, что, так скажем, моя профессия позволяет мне наслаждаться, так скажем И узнавать такие вещи То есть если вот я бы работал дальше в Макдональдсе Хер бы, я такое посмотрел бы вживую Так что это очень здорово И я надеюсь, вам тоже будет приятно вот это вот поглядеть И иметь такую возможность Все, обязательно подписывайтесь на лайв-канал Везде подписывайтесь, везде следите Мне очень приятно Это очень стимулирует двигаться Там вот это вот все развивать Все, спасибо, кто со мной, кто не со мной Особенно спасибо Хочу рассказать самое интересное В этом году у нас произошла такая находка Наша самая главная Из-за чего образовалась поисковая группа «Рубеж» Начальник или командир, который Скалин Максим, майор полиции Вот, нашли, значит, наш самолет «Алла» В нем оказался герой Советского Союза Дмитрофанов Федор Васильевич Были найдены два боевого ордена Красного Знамени И по их номерам установили, что он командир эскадрильи 4 февраля во время штурмовки Розенберга Был сбит зенитной артиллерией И ушел с левым креном Упал и пропавший считался без вести Эскадрилья базировалась в Эльбонге Летел он на штурмовку переправы и на разведку Такая вот судьба В конце войны Он кадровый летчик Начинал службу с 36 или 38 года Не дожил до конца войны, буквально чуть-чуть Ну, сейчас его нашли Он уже увековечен А родственники объявились? Да, у него есть сын, живет в Харькове Еще там кто-то есть у него Ну, самое главное, что живой даже сын Ну, и вроде бы еще племянник Или внук Ну, в общем, есть родственники Поэтому еще одна история войны закрыта Продолжение следует...